РОССИЙСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ Российские баскетболисты обещают говорить правду, когда закончат карьеру. Вадим Панин чуточку смелее. Он будет говорить правду прямо сейчас. Клянешься ли ты говорить правду и только правду? Частная баскетбольная. Вадим Панин. Баскетболист, который играл, наверное, всегда. Ты, наверное, рекордсмен. Ты понимаешь, о каких рекордах я говорю? Да, от смены клубов. Больше тебя, я не знаю, ближайший преследователь, наверное, Атум Панкрашов. Он меняет команды почти каждый год. И у него команд меньше, чем у тебя. Сколько вообще команд было в твоей карьере? Ну, я так думаю, около 10. Если не считать возвращения. Ну, это, наверное, все зависит от баскетбола и от команды. Так получалось, что ты не срастал с командой или что-то прилагали, то, что мне не подходило, я хотел. Например, когда я был молодой и мне предлагали остаться сидеть, я выбирал путь играть и уезжал. Так я, например, выбрал путь свой в Владивосток уехал. И я об этом не жалею. Сейчас мировой баскетбол немножко в шоке от Лос-Анджелес Лейкерс. Играет бол, а отец бол руководит им. Он рассказывает, как тренеру тренировать, как президенту руководить клубом, как игрокам играть. Он говорит, игроки плохие, они не знают, как использовать моего сына. Когда ты начинал свою карьеру профессиональную, твой отец приходил на тренировки и не стеснялся высказывать свое мнение. И ходят легенды о том, что он говорил, мой сын должен играть в Лос-Анджелес Лейкерс, а не здесь. Это бред. Я думаю, папа про Лос-Анджелес Лейкерс не знал. Ну, мог, наверное, сказать НБА или еще что-то, но я думаю, он адекватно оценивал все. А по поводу... Подожди, он говорил, мой сын должен играть в НБА. Может быть. Я думаю... А ты уехал во Владивосток? Это близко, близко? Любой отец хочет, чтобы его сын играл в НБА. Если он действительно верится у его сына, и он хочет этого, а дальше посмотрим. Я думаю, он сделал все для этого. Может быть, я где-то не очень хорошо старался. Старался лучше, мог бы играть в НБА, наверное. Ты доволен своей карьерой? Да. В НБА не играл, в сборной не играл. Повторю вопрос. Ты доволен карьерой? Да. Чем запомнится Вадим Панин как баскетболист, но кроме того, что он переезжал с места на место? Своя хорошая игра в защите. Те, кто играет хорошо в защите, в сборной играют? Почему со сборной не получилось? Ну, сборная играют, я согласен, в сборной играют лучше 12 человек. Наверное, в моей позиции были люди, которые были чуть лучше меня. Но это не значит, что я плохой баскетболист. Ты так скромно говоришь, чуть лучше меня. Может быть, не чуть, хорошо. Они были достойнее меня в этой сборной. Может быть, я не проложил достаточно усилий. Но это не значит, что я плохой баскетболист. Я не говорю, что ты плохой баскетболист. Плохого баскетболиста мы не зовем. Это радует, спасибо. Честное баскетбольное. В какой момент ты понял, что мечты о сборной можно отложить? Хороший вопрос. Наверное, тогда, когда меня не пригласили. Я помню, меня пригласили на сборы с братом, с Блатом. И после этого они пригласили, наверное. После этого я понимал, что тяжело это упасть. Это было разочарование? Наверное, в какой-то мере, да. Но я сам в этом виноват. Ты в Нижнем Новгороде в этом сезоне должен был быть доминирующим лидером. Опыт, умение. Ты уже работал с Лукичем, ты был лидером этой команды. А сейчас тебя нельзя назвать прямо доминирующим лидером? Я не такой человек, который, например, могу сравнить себя. Не могу сравнить, а пример привести с Кидом Лэнгфордом, который может взять мяч и просто пятерых обыграть. То есть мне нужно как-то это в системе найти свою игру. И сейчас мы строим новую команду. И, наверное, может быть где-то эта проблема. В какой момент ты понял, что ты уже взрослый, опытный игрок? Может быть, в тот момент, когда перестал жевать майки? Нет, жевать майки это не от этого, не от опыта. Чтобы лишнее не сказать. Если ты хочешь сказать лишнее, жуешь майку и ловишь дзен. Ну да, примерно так. У меня в Униксе была история в первый год. Тренер Пидо Лакис думал, что я очень молодой. Когда у нас было выходной, я сказал, что мне надо слетать к семье. Он сказал, что ты женат. А я сказал, да, у меня и дочка есть. Он говорит, сколько же тебе лет? Когда я ему назвал свой возраст, он думал, что мне 25 и меньше. Поэтому... Наверное, тогда я понял, что я немножко опытный уже стал. Вот сейчас один момент. Просто эта история, ты так рассказываешь, ничего особенного. То есть главный тренер серьезной команды не знал вообще, кто такой Вадим Панин? Он возраст твой не знал? Что это за тренер? Я думаю, он вообще русских игроков плохо знал, поэтому... Как он вас различал? По номерам. Самый необычный тренер в твоей карьере? Ну, наверное, нынешний сейчас тренер. И в чем его особенность? Ну, я помню знакомство с ним. Как мы первый раз поговорили по телефону. Я в химках играл, было после сезона. Так получилось, что у меня... Ну, свелись, то есть нам созвонились. Мы уже отдыхал, по-моему, на море. И он сказал, привет, привет. И мы с ним начали говорить так, как будто, не знаю, старый знакомый. И он спросил, ну, давай расскажи, что ты про меня знаешь. И я говорю, ну, знаю, вот что тренировки тяжелые. Он говорит, ну да, это и есть. Ну, все честно, зато если ты заслужишь, ты будешь играть. И тогда как-то это, не знаю, не подкупило, что ли. Как-то, не знаю, сблизилось с ним, когда ты говоришь, в принципе, с главным тренером наравне. И он тебе говорит правду. У тебя был конфликт с Пашутиным? Конфликт? Ну, перефразирую. У Пашутина, тренера, был конфликт с игроком-падином? Ну, позовите его на программу, спросите. Он вам расскажет. Ты уходишь от ответа. Ну, я не могу отвечать за него. У меня с ним не было конфликтов. Но при этом все рассказывают о том, как вы с ним выжигали искру. Ох, ничего себе. Это сказки. Сказка Нижнего Новгорода. Золушка выходит в финал Единой Лиги ВТБ. Вы обыгрываете всех, играете в финале и следующий год Евролига. Ты собираешь вещи, уезжаешь в Казань. Почему? Я не один уехал. Говори за себя. Евролига, Нижний Новгород, твоя команда. Я могу сказать, что я начал искать команду и понял, что я не останусь в Нижнем только после того, как поговорил с Зороном и знал, что он уходит оттуда. И только после этого, когда я понял, что не останусь в Нижнем, я начал искать команду. Что ты будешь делать первым? Первым делом сделаешь, когда закончишь карьеру и, не знаю, попьешь гвоздь и повечешь туда кроссовки. Первое, что ты сделаешь в статусе пенсионера? Приеду домой и поцелую дочерей, скажу, что я останусь и скажу, что не улечу утром, как обычно. Когда я прилетаю на выходной, укладываешь дочерей. Старшая, как бы понимает, матца еще нет. Когда укладываю вечером, говорю, все, папа ультром улетает, не увидимся. Увидимся на следующий выходной, а следующий выходной неизвестно когда. Спасибо за откровение. Пожалуйста.